Что делать и как дальше быть? Этот вопрос последние пять месяцев задает себе Екатерина Маркова. Она мама 14-летнего ребенка-инвалида. С 1 января их семья не получает положенные средства реабилитации, абсорбирующие белье, не выделяя должным образом и компенсацию на них. Согласно закону, с начала 2019 года полномочия по обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья все теперь принадлежат фонду социального страхования, а не Министерству труда и социальной защиты, как это было раньше. Переход к иным правилам работы, заключение новых контрактов и стали причиной серьезных неудобств. Родители в негодовании, как дальше жить, потому что все в кредитах для того, чтобы как-то поддерживать своих детей. Обеспечение ТСР по-прежнему не ведется. То есть вот сейчас начали выдавать только детские подгузники и начали давать направление на обувь. Обратите внимание, сейчас конец мая. За законные права своих детей-инвалидов, детей-сирот и всех взрослых граждан этой категории Екатерина борется не однам, а вместе с другими мамами и папами общественной организации родителей-инвалидов. По их мнению, проблему к сырому закону добавляет полная профнепригодность кадрового состава, да и в целом политика нынешнего регионального отделения ФСС. Полгода чем занимался фонд социального страхования, я не знаю. Он говорил про какие-то контракты. Я понимаю, почему у них не срослось, потому что они недавно начали этим заниматься. Конечно, у них возникли кадровые сложности, ввиду того, что работники не были подготовлены. Но это же не должно касаться инвалидов. Мы ждали до марта месяца, мы понимали их сложности. Устав добиваться справедливости от местного фонда, общественники обратились в правительство и фонд социального страхования России. На встречу и помощь кульяновским родителям приехал зампредседатель ФСС Алексей Кошелев. Тематика цены компенсации. Но насчет того, что на сайте их нету, обещаю, завтрашнего дня будут. Под вашу личную ответственность, завтрашнего дня цены по всем позициям будут на сайте. Что касается подгузников, да, есть некая сложившаяся практика, да, и судебная практика, и так далее. Я про нее говорил, по-моему, на селекторах тогда, что мы подгузники задним числом не выдаем. В виде исключения мы тут приняли решение сегодня, мы выдадим всем подгузники с 1 апреля по 1 сентября. Глава кабинета министров Ульяновской области Александр Смекалин, в свою очередь, принес извинения от лица всего правительства. То, что не доглядели на региональном уровне, обещают устранить за счет подписания соглашения. Документ позволит включить в соцсеть соцзащиты региона в систему работы ФСС. Поэтому вы сможете получать консультации оперативно на всей территории региона. Удобно коммуницировать с нашими специалистами, будете коммуницировать с нашими специалистами, они будут вам, соответственно, пояснять. Какие-то вопросы с ФСС, изменится позиция, будет с ФСС работа выстроена. К налаживанию коммуникаций подключатся депутаты законодательного собрания. Ну и мы, с своей стороны, для того, чтобы это не ушло в песок, и чтобы все, что вы сказали, было точно сделано, и региональный ФСС перестроился, мы обязательно в режиме комитета Сергея Александровича Шерстнева, он получит поручение от Валерия Васильевича Малышева и от меня, чтобы в режиме ежемесячно тоже собирал в разных формах и общественные организации, и заявители, которые будут приходить, и мы получали обратную связь. Сегодня в регионе проживает более 4 тысяч детей и 10 тысяч взрослых с ограниченными возможностями здоровья. По вопросам получения технических средств реабилитации можно позвонить на номер горячей линии 27 28 90. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Ульяновской правды.